Ноябрь и декабрь год кормят, но что будет в этом году неизвестно. Так здесь говорят про алтайских крестьян. На торговых прилавках этого рынка 70% говядины и 30% свинины фермерского происхождения. И скоро оно исчезнет. Дело в том, что с 1 октября ветеринарная служба региона перестала выдавать сопроводительные документы на домашнее мясо. Другими словами, забитый на подворьях скот нельзя продавать на рынках после 10 ноября. Вчера приезжал мужчина, буквально вчера, с Калманского района. Он в сердцах стоял и говорит, что нам делать. Я обратился в ближайшую бойню, которая находится там за 100 километров. Его там, честно говоря, отфутболили. Как крестьянину выживать вообще? Как? И еще запретили сюда поставку этого мяса. А ведь для сотен людей это основной источник дохода. В дальнейшую жизнь вижу очень плохо. В деревне очень тяжело. Сейчас многие бросят, не будут держать скот и все. Ну и все, значит, и в деревне хана будет. Единственный способ продолжать реализовывать мясо – обращаться на бойни. В крае их более 170. И этого очень мало, говорят эксперты. Теперь крестьяне будут вынуждены платить за убой, логистику. И, скорее всего, многие из них просто перестанут разводить скот. Также эксперты говорят, совсем скоро мясо в Алтайском крае подорожает на 15-20%. Хотя, откровенно говоря, многие жители региона его и без этого почти не видят. Бойни – это коммерческий проект. За эту услугу будут брать деньги. Что повлечет за собой удорожание, конечно, конечной продукции. За все заплатит покупатель. Кому выгоден этот закон? Ну, я не сторонник теории заговора. Но, на мой взгляд, в первую очередь, он выгоден торговым сетям крупным. На наш взгляд, это очередной такой, извините меня за метафору, жирный гвоздь в крышку гроба малого предпринимательства. По поводу этой ситуации накануне уже выразились в региональном отделении ОНФ. Там уверены, прежде чем что-то запрещать, нужно сначала создать условия для убоя животных. Естественно, это скажется в конечном итоге потом и на потребителях. То есть, поскольку, по большому счету, легитимного попадания на реализацию этой продукции фактически нет. Позиция здесь, наверное, следующая, что все-таки должна появиться, наверное, в конце концов федеральная программа. Так, в региональном отделении ОНФ уже отправили обращение в правительство региона с предложением разработать целевую краевую программу, либо дорожную карту по строительству пунктов для убоя скота. Для этого в ОНФ предлагают привлекать государственно-частное и муниципально-частное партнерство. Кстати, в соседних Новосибирске и Кемерове уже добились отсрочки запрета на убой скота. На неопределенный срок. Может быть, и в Алтайском крае не все еще потеряно. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком.